Что случилось? Что с тобой, Роса? Мама потеряла дом и вложила куда-то эти деньги. И похоже, что и их она тоже потеряет. Но еще ей предстоит узнать о том, что произошло со мной. Это будет для нее очень тяжело. А что с Раулем? Ты успела? Я видел, как ты побежала после нашего разговора. Ты была в аэропорту? Да, Карлос. Я была в аэропорту. И опять его увидела там в Сеухене и Монтане. Она тоже летит в Рим, но... Но как это возможно, Роса? А мне теперь придется сгореть от стыда, рассказывая об этом маме. Я не знаю, смогу ли я все это вынести. Потому что сейчас меня уже даже не поддерживает любовь, которую я питала к Раулю, потому что я думаю, что я должна презирать его. Роса, послушай меня. У этой проблемы есть один выход. Но какой, Карлос, какой? У меня будет этот ребенок, даже если мне это будет стоить жизни. Роса. Выходи за меня замуж. Выходи за меня, Роса. Выходи. Позволь мне завоевать тебя. Позволь мне любить тебя. Ай, правда, Карлос? Ты готов жениться на мне только ради того, чтобы никто не узнал, что я оказалась в такой ситуации? Поэтому? И потому что я люблю тебя? Потому что я думаю, что постепенно я смогу завоевать твою любовь. И потом ты сказала, что разочаровалась в Рауле. Это правда, Роса? Да, Карлос. Абсолютная правда. Когда я с ним познакомилась, я сразу его полюбила. Но любовь возникла на основе восхищения им. Он мне казался таким непохожим на всех остальных. Но сейчас я поняла, что он точно такой же, как и все. Не обобщай, пожалуйста. Не все одинаковы. Нет, Карлос. Нет. Ты нет. Ты не такой. Но, а его? Его ты правда уже не любишь? Но так я тоже не могу сказать. Я ничего не могу сказать тебе. У меня просто сошла пелена с глаз. Я чувствую пустоту. Хочешь? Я заполню эту пустоту. Я не знаю, Карлос. Я не хочу тебя обманывать. И не хочу, чтобы ты шел на такую жертву. Я же тебе говорил, что я не какая-то не жертва. А скорее эгоистичный поступок с моей стороны. Как ты можешь так говорить, если ты способен принять меня в таком положении? Я знаю, что ты полюбишь меня. Но дело в том, что я ничего не смогу тебе предложить. Абсолютно ничего, кроме моей благодарности. Не знаю, понимаешь ли ты меня, Карлос. Я вижу в тебе друга, хорошего друга. Но... Я стану самым главным мужчиной в твоей жизни, Россо. Но сейчас это не так. И я не могу быть с тобой просто потому, что... Да не могу, и все. Лучше давай забудем об этом. Это не имеет смысла, и маме нужно рассказать правду. После того, как она все потеряла, она же лишилась всего своего положения. И как раз сейчас ей просто необходимо это узнать. Ты причинишь ей эту боль, да? Но жениться, Карлос... Это такой серьезный и ответственный шаг. Шаг, который должны сделать оба. Карлос, если мы уверены в наших чувствах... Ты меня не любишь, Россо. Да. Но хорошо ко мне относишься. Я чувствую, что ты полюбишь меня. Нет, Карлос. Между нами ничего не может быть. Пойми. Но я буду терпелив. Терпелив. Когда приезжает твоя мама? Уже завтра. Уже завтра. Ну тогда... Завтра же я попрошу у нее твои руки. Карлос. Дай мне немного подумать. Это вы, сеньорита Беллистерус, или просто похожи на нее? Да нет. Что ты тут делаешь? Я договорился о встрече здесь с одним другом, чтобы поговорить о делах. Ты кого-то ждешь? Нет. Мне надоело сидеть в квартире в заперти. Такое ощущение, что у тебя просто полно проблем. У меня действительно много проблем. Ну, у всех у нас они есть. Я могу тебе чем-то помочь? Нет, спасибо. А я могу тебе чем-то помочь, а? Ну, к несчастью, я думаю, что у нас с Паломой ничего не выйдет. Но она же так тебя любит, Даниле. Не рассказывай мне эти сказки. Чтобы Палома меня любила. Да. И очень. Больше, чем ты можешь себе представить. Ты не представляешь, что значил для нее ее отец. И в какой она оказалась ситуации. Она любит тебя, если даже ушла из дома. Представь себе. Знаешь, Русито, я не хочу говорить о Паломе, прошу тебя. Но мы должны поговорить, Даниле. Это несправедливо, что ты так плохо о ней думаешь, когда я знаю, как она тебя любила. И она сделала все, чтобы быть с тобой. Я тоже знаю обо всем, что она сейчас делает. Да ладно тебе, Даниэль. Хоть и не хочешь, но ты должен мне рассказать, почему вы не поженились. А почему ты ее об этом не спросишь, а? Ну, не будь ребенком. Давай я вам помогу. Давай лучше сменим тему. Очень тебя прошу. Лучше давай я помогу тебе. Что с тобой? Много всего. Моя мать все потеряла, она разорена. Ай, черт побери. Правда? Она заключила неудачные сделки. Потом она поговорила с Александром Гомесом Дураном. Он рекомендовал ей не продавать дом. Это было все, что у нас осталось. Но она его продала. Она вложила эти деньги в другие компании, и их вот-вот тоже потеряет. Да, все, что идет от Александра Гомеса Дурана, обречено. Продолжение следует... Продолжение следует...